В России на законодательном уровне всех аграриев обязали провести маркировку и учет сельскохозяйственных животных и птиц. Регистрация ведется в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии ВЕТАС Меркурий. Цель очень простая. Она очень простая. Учет нужен. Он был всегда. Помимо учета, для чего он нужен, нужна прослеживаемость движения животных. В первую очередь, в рамках профилактики ликвидации особо опасных заболеваний, мы должны знать, как идет продвижение продукции и сельхозживотных. У всех на слуху известный тренд – от стойла к столу. Он означает, что безопасность и качество российской продукции на нашем столе подтверждена юридически. Но продукты питания не могут считаться безопасными, если юридически не подтверждена безопасность животных, из которых они изготовлены. То есть у нас же в принципе, если колбаса, то надо знать, с какого она вышла сельхозпредприятие. Если мы получили молоко, то оно точно не из завода, не промышленного изготовления. То есть есть продуктивное животное, коровы. От ее состояния зависит тот качество и безопасность продукции, который мы получим. Раньше учет ввелся внутри хозяйств. Единой системы учета не было. В декабре 2023 года вышел новый порядок. Таким образом, нужно производить нумерацию, маркировку и учет. Теперь животным присваивается уникальный и защищенный номер. Единственный во всей стране. Его нельзя подделать. Под самим номером идет справка. То есть когда мы его открываем, мы увидим всю родословную. То есть откуда это животное, вид породы, ну так далее и тому подобное. Более того, заносится сведение, персональные сведения владельца животных. Вот такая вот система. И проговаривается о том, что животные заноситься должны с 30-дневного возраста. До сентября 2024 года в Ульяновской области обязаны промаркировать все поголовье крупного рогатого скота, свинопоголовье, лошадей и птицу. Пересчитать всех сельскохозяйственных животных России должны к концу 2026 года. Валентина Никонова, Марат Мегдеев, Оллправда ТВ.